СВЕКЛЬНЫЙ БУМ Для этого нам понадобится запеченная свекла с пряностями. Здесь она у меня уже подготовлена. Чтобы было понятнее, я запекал ее при температуре 180 градусов в паре конвектомате полтора часа с чесночком, имбирем, тимьяном и розмарином. Получается очень великолепный аромат и вкус. Ну а дома эту свеклу вы можете приготовить в духовке. Артем, с чего начнем приготовление нашего салата? Начнем приготовление с нарезки ингредиентов. Ладно, я доверю нарезать грушу, сам займусь свеклой. Нарезка должна быть вдоль кругляшками. Теперь мы берем сыр фитаки и делаем 4 пяточка приблизительно такой же толщины, как мы резали свеклу с грушей. Если фитаки немножко запачкалось, это ничего страшного, потому что в салате этого видно не будет. Первый слой начинаем выкладывать сыра фитаки. Это чтобы салат не катался по тарелке. Так гораздо удобнее. Следом идет слой груши. Артем, пока вы обрамляете листьями руколы, хотелось бы спросить, в некоторых рецептах используют обычные листья салата с большим добавлением зеленого лука. Это как-то перебьет вкусовые качества? Ну, вы знаете, да, то есть руколы все равно специфический вкус, который сложно чем-то заменить. А мы берем оливковое масло и небольшим количеством сбрызгиваем наш салат. То есть немножко на сам салат и на листья руколы попадать. После чего добавляем кетровых орешек. Завершаем наш декор мы прованскими травами. То есть они тоже дадут свой аромат, который очень подойдет к нашему салатику. Мы просто снимаем слои и режем на не очень маленькие кусочки. Чтобы удобно было кушать. Достаточно необычное сочетание груши и свеклы. Я знаю, есть морковь, изюм, свекла и так далее. А вот груша и свекла какой? Вы знаете, очень интересное сочетание. Такой достаточно свежий и в то же время пряный вкус. Ну а нам предстоит оценить вкус этого салата, закуски. А вы записывайте рецепты, смотрите «Утро» на Енисеи.